У пенсионеров Нины и Сергея Вдовиных исполнилась давняя мечта. Они купили автомобиль, правда, в кредит. До этого также приобретали бытовую технику и мебель. Они уже привыкли, часть зарплаты или пенсии уходит на погашение задолженности. Тем более, это небольшой процент от общего заработка семьи. Мы как работающие пенсионеры, поэтому нам полегче с кредитами. Ну, в общем-то, нормально. Ну, это помощь хорошая, чтобы кредит взять. Как-то она не ощущается. Можно и съездить куда-то еще помимо выплаты кредита. Поэтому я считаю, что кредит – это хорошее дело. К сожалению, не у всех заемщиков желание купить вещь-кредит и возможность платить срок совпадают. Это показал последний рейтинг Национального бюро кредитных историй. По его данным, россияне установили абсолютный рекорд по задолженностям. В сравнении с 2012 годом доля долгов, просроченных больше, чем на два месяца, увеличилась вдвое. Заместитель губернатора по экономике Дмитрий Исламов призывает кузбассовцев по возможности отказаться от займов. Долги жителей области не выплачены в срок больше 10 миллиардов рублей. Больше наших людей попадает в долговую яму. Мы в администрацию области постоянно получаем большое количество писем от населения. И основная суть этих обращений в том, что люди взяли непосильную кредитную нагрузку. А потом в силу каких-то обстоятельств или заработная плата снизилась, или работу человек сменил, или, не дай бог, в семье кто-то заболел. Человек не может уже оплачивать свой кредитный платеж. Уважаемые кузбассовцы, есть такая народная мудрость. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Это означает, что нужно семь раз подумать, прежде чем взять кредит. Экономист Елена Филимонова говорит, мода на кредиты появилась давно. Такой вид займов используют и для покупки телефонов, или даже одежды. Но кредитной культуре наших людей никто не научил. В итоге высокие задолженности вредят не только заемщикам и экономике страны в целом, но и самим банкам. Они уже, к сожалению, не могут выдавать в достаточном количестве кредиты для промышленности. И в результате, из-за повышения ставки по кредитам, и из-за уменьшения базы, и из-за того, что вот такой пресс кредитный по всей экономике. То есть, к сожалению, у нас стагнация экономики будет продолжаться. Еще и потому, что кредитные ресурсы для предприятий становятся слишком дорогими. В прошлом году в Кузбассе учительница повесилась из-за того, что не смогла выплатить кредиты. Новокузнечанин по той же причине застрелился. Если вы попали в тяжелую жизненную ситуацию, стоит попытаться вступить в диалог с банком, советует юрист Данил Волынский. Сейчас многие юридические компании специализируются на снижении кредитных процентов через суд. Необходимо собрать, если имеется, оправдательную документацию. В результате чего это произошло? Возможно, какое-то стечение обстоятельств, возможно, какая-то семейная трагедия. Может быть, человек потерял работу. То есть, прежде всего, необходимо собрать эти документы. И обратиться в кредитное учреждение, которое выдало ему займ. Для того, чтобы урегулировать данный вопрос в досудебном порядке. Если банк либо кредитное учреждение отказывается урегулировать этот вопрос, законодательством предусмотрен порядок обращения в суд, для того, чтобы этот вопрос решался в суде. По словам специалистов, популярность кредитов повысила за счет их доступности. Реклама легких денег до зарплаты есть на каждом шагу. За несколько минут можно оформить кредитную карту или даже одолжить несколько тысяч рублей у банка через автомат. За дверью этого Кемеровского торгового центра можно взять кредит «Минутное дело». Для этого не нужны стопы документов или поручителя. Нужен только паспорт. Но прежде чем взять такой кредит от 50 до миллиона рублей, я сто раз подумаю, ведь такое «Минутное дело» может превратиться в годы хлопот. Анжела Паутова, Дмитрий Шилов, новости моего города.